Всем доброго времени суток! С вами Таня. Добро пожаловать на мой канал. Да, конечно, я обещала сама себе, наверное, но говорила, что уже не буду в этом месяце заходить в фикс прайс. И я не сдержала обещания, потому что мне все-таки понадобились салфетки мои любимые. Вот эти салфеточки Котте за 50 рублей. Три упаковки. Вот я туда зашла, взяла салфетки, конечно же, не сдержалась и еще кое-чего нагребла. А что, сейчас покажу. Для себя и для своей кумы я взяла вот такие коврики для теста с мерными делениями, они круглые. И там такая вот разметочка, круги побольше, круги поменьше. Но я использую такой коврик не для теста и покупаю не в первый раз. Я на нем запекаю. Запекаю отбивные, котлетки, тефтельки всякие разные, пирожки, все что угодно. Очень нравится. Вместо пергамента, вместо фольги, стилю на противень. Хорошая вещь. Всем рекомендую. Служит долго, можно мыть. Вот. Это уже третий будет мой коврик. Дальше. Наверное, сейчас я вам покажу сразу то, что я из еды взяла. Обычно я мало что покупаю в Экспрессе из еды. Очень редко. Но вот решила попробовать такой зеленый кофе. И скажу тем, кто пробовал натуральный зеленый кофе. Ну, они ничем не похожи. Вот этот и натуральный зеленый кофе. Этот напиток, ну, напоминает, знаете, вот чай такой в гранулах, фруктовый, разный, раньше был. По-моему, сейчас он продается. Вот очень похожим. И, ну, запахом лимона, лимонада, чего-то такого сладенького. Этот зеленый кофе, так называемый, с сахаром, поэтому вот слова «будь в форме» как-то сюда не вяжутся. Ну, не знаю. На вкус приятный. Я взяла домой и взяла на работу. Будем пить. По крайней мере, должно быть не вредно, потому что все-таки там экстракт зеленого чая присутствует. И как бы он полезен. Дальше. Из, вроде как, полезностей взяла вот такие завтраки себе. Себе и мужу. Ну, мужу у меня будет овсяную кашу вот эту клубничную кушать со сливками. А я буду кушать в мюсли. Обжаренный карамель с яблоком и корицей. Что я хочу сказать. Мне понравился состав. Очень даже понравился. Сейчас скажу. Ну, или вот покажу. Надеюсь, будет видно. Вот так видно. В принципе, здесь ничего такого криминального нет. Хороший состав. И вот еще хлопья покажу состав. Вот. Как бы тоже ничего такого. В качестве стабилизатора кислотности, лимонная кислота, ничего тут плохого не содержится. На вкус еще не пробовала, не знаю. Но у девчонок некоторых видела, говорят, что вкусно. Купила я кашу перловую с говядиной. По 25 рублей они эти кашки. И хочу сказать, что я, к сожалению, не посмотрела. К сожалению, не посмотрела. Но вот здесь, видите, внутри воздух. Вот. Вполне возможно, что там содержится что-то вредное. Я имею в виду, возможно, каша уже с батулизмом. И поэтому опасаюсь ее кушать. И животным, как бы, маме передавать для кошек тоже не хочется. Не знаю. Видимо, на выброс. Боюсь есть. И кого-либо ее кормить. Также мне приглянулась вот такая томатная паста. Конечно, в такой банке это не очень удобно. Но можно же ее переложить. Баночку с крышкой. Потому что по-любому хранить томатную пасту и вообще что-либо в такой жестяной банке не стоит. Потому что будет окисляться. Ну, попробую. Может быть, потом и расскажу. Приглянулась мне из ассортель лимон, протертый сахаром. Ну, я уже попробовала. Открыла. Очень мелко помолото. Практически не чувствуются корочки, да, цукаты. Ну, в принципе, вот почему-то он такой вот жиденький. Обычно, когда дома перемелишь, как-то оно погуще, что ли. Вот. Ну, на вкус точь-в-точь как домашний. Что у нас с составом? Здесь лимон, пюре яблочное, сахар, загуститель, пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, но с сарбатом калия в качестве консерванта. Вот. Ну, побаловаться можно. В принципе, в домашний лимонад можно добавлять для интенсивности вкуса. Вот. На вкус приятно. Так, из еды все у меня. Дальше взяла вот такую мочалку для пилинга. Я думаю, она будет достаточно жесткая. Потому что здесь прям вот такие, как кусочки лески, я бы даже сказала. Ну, надеюсь. И она с ручками. Это что там? Сейчас вытащим и осмотрим. Такого она размера. Ну, вот такой ширины. Примерно чуть шире ладони, да? Так. Пальца на два шире ладони. И вот такие ручки веревочные. Буду пробовать, буду пользоваться. Думаю, что достаточно хорошая должна быть мочалка. Жесткая. Я люблю жесткие мочалки. Для декора. Для скраббукинга. Ну, думаю, может быть приспособлю. Вот такие штампики мне больше всего, из-за чего я купила. Мне понравились вот мороженое. Тут пончики, попкорн. Как бы можно приспособить. Ну, в принципе, для какой-то детской тематики можно и вот эти использовать. Сейчас мы откроем. И посмотрим, как это все дело действует. Вот такой блокнот. Просто обложка такая. Остальные все листочки белые. Так. Это у нас солнышко. Ну, как-то вот так. Может, у меня косорукость. Но получилось вот так. Так, это у нас пончики. Ну, да, в принципе, ничего так интересно смотрится. Я бы, конечно, предпочла, чтобы просто была основа без чернил. Я бы лучше макала штемпельные подушечки. Ну, это вот немножко подзасохло, мне кажется. Такая вот радуга. Так, это у нас что? Это у нас попкорн. Вот такой. Ну, тоже нужно приспособить. Прикольно выглядит. Это у нас яблочко. Вот так. И мороженка. Розового цвета. Ой, тоже прикольно смотрится. Ну, в общем-то, я довольна. Такой милый блокнотик с отрывными листочками. Думаю, что пользоваться буду. Так, далее. Продолжим. Также для декора. Я приобрела, впервые увидела в нашем фикс прайсе, вот такие декоративные птички. Они на таких вот прищепочках. Можно к чему-либо цеплять. Но я думаю, что буду использовать для таких декоративных деревьев, которые называются топиари. Вот, будет классно смотреться. Тем более, что птички из натуральных перышек. Там еще были какие-то уж чересчур яркие. Синие с желтым какие-то. Лиловые. Ну, вот эти вот более натурально выглядят. Так будет прикольно смотреться на дереве. Тем более, что я считаю, это недорого. 50 рублей за две птички. Дальше повторила покупку. Вот такой спонжик для умывания. Если кто-то не видел, я сейчас могу продемонстрировать еще раз. В общем-то, этим спонжиком просто умыть самоверное вряд ли возможно. Потому что, если вы будете наносить гель для умывания, пинку для умывания, то этот спонжик впитает любое средство и кожи не отдаст. Но, как же шикарно смывать вот этим спонжиком масочки. В общем, спонжик вот в такой упаковке. И здесь еще в пленочке. Он здесь как бы мягкий. Но когда он не влажный, он засыхает. И нужно будет размачивать. Были представлены еще мятного такого светлого-светлого цвета. Нежного. У меня сейчас я такую выброшу мятного цвета. И положу розовенькую. Мне очень нравится. Для того, чтобы смывать маски, с лица просто незаменимая вещь. Также, что меня очень сильно порадовало, я обнаружила, что в нашем фикс-прайсе появились вот такие шампуни, бальзам для волос от секретов лучших здравниц СССР. Дело в том, что я не так давно на Marafet Shop купила объемом 400 мл также. Из крымской серии секреты лучших здравниц СССР минеральный бальзам и минеральный шампунь для объема волос, которые мне очень нравятся. Я ими сейчас пользуюсь. Волосы от них выглядят ухоженными. И вот эту парочку я купила. Представлены были именно эти, других не было. Но я осталась довольна. Я уже сегодня помыла волосы, попробовала. И хочу сказать, что даже от шампуня, мне кажется, волосы смогут расчесаться. Вот. Даже, возможно, и бальзам не нужен. Правда, я не стала экспериментировать, но волосы были мягкими уже после шампуня. И бальзам очень приятный. Кстати, шампунь пахнет так интересно травами и медом. А яичный бальзам. Ну, тоже чем-то приятным, таким косметическим. Вот. Так что я очень рада, что я наткнулась на эту серию. Тем более, что там оставалось не так уж много. Люди уже просекли, увидели, стали брать. Тем более, что это действительно достойная, я считаю, серия. Достойная вот эта вот марка. Только положительная могу сказать. Так, далее. Осталось совсем чуть-чуть. Купила ватные диски Котте. Мне они, в принципе, нравятся. Ничего принципиального такого я не жду никогда от ватных дисков. Просто нормальные ватные диски. Больше ничего. Увидела вот такие кнопочки в виде смайликов. Ну, и как их не купить? Правда, знаете, мне больше бы понравилось, если они были в виде смайликов эмодзи. А они такие вот, ну, разноплановые. С звездочками в глазах. Ну, прикольные кнопки. Хотя, в принципе, похожи на эмодзи. О, извините. Это у нас на улице, видимо, гонщики какие-то летают на мотоциклах. Так, это скрепки. Не знаю, как они прочные, не прочные. Как будут втыкаться в стену. Но мне нравятся они на вид. Очень прикольные. И последнее, что я покажу. Это будет вот такая корзина. Вот такая корзина. Изготовлена у нас в Казани. То есть, это не китайская. Она ничем не пахнет. Она очень красиво сделана. Такой гибкий пластик, который не сломается. И будет очень красиво выглядеть в интерьере, например, ванной комнаты. Вот. Ну, вот и все покупки, в принципе, которые я совершила в августе в фикс прайсе. Я сейчас уже не буду зарекаться, что я туда в августе больше не пойду. По той простой причине, что, в принципе, вот мне, например, да, у нас в городе грех жаловаться. Появляется очень много интересных разноплановых штуковин в нашем фикс прайсе. И ассортимент достаточно большой. И полки всегда ломятся. Поэтому туда грех не зайти лишний раз. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, то поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Ценю каждого из вас. Всем большой удачи. Всем пока.